Всем привет! Так получилось, что сегодня обсудим пару страшилок. Выясним, чего бояться, чего нет. Поговорим о землетрясениях в Турции, о новых правилах покупки недвижимости на Северном Кипре. Выпуск новостей зарубежной недвижимости от Прян начинается. Сначала громкие цифры из Черногории. Тамошнее агентство Монстад опубликовало статистику средних цен на новостройки. Во втором квартале 2024 года средние данные по стране – 1 тысяча и еще 821 евро за квадратный метр. Но сидите крепко, это на 21% больше, чем годом ранее. При этом в столице под Горице рост составил всего 11%, а на побережье – более 50%. То есть официально было меньше 1500 евро за квадрат, стало больше 2000. Но тут не конкретные цифры показательны. Все-таки и 2000 евро за квадрат – это не так много. Просто черногорская статистика новостроек формируется на основе всех предложений на текущий момент. А предложения быстро меняются, и скачки поэтому бывают невероятные. Соответственно, говорить, что в Черногории новостройки за год подорожали именно в полтора раза, конечно, нельзя. А что тогда важно говорить? Первое. Они, безусловно, подорожали и заметно. В конкретных объектах у нас есть примеры 20-25% роста. Может быть, где-то есть и больше. И второе. На рынке увеличилась доля престижных объектов. Бюджетных новостроек становится меньше, дорогих больше, средние цены, соответственно, растут. Еще больше статистики вы найдете в нашем телеграм-канале. Ну а мы продолжаем. Сколько стоит подготовка к землетрясению? Вопрос кажется нелепым. Но вот мэр Стамбула, Экрем Имам Аглу, подсчитал, что на укрепление городских зданий, подверженных риску разрушения, потребуется 20 миллиардов долларов. Причем тут вообще Стамбул? Ну, какие-то специалисты подсчитали, что в течение следующих 30 лет вероятность крупного землетрясения в мегаполисе составляет 40%. Ожидают 7,5 баллов. Вот мэр и среагировал. Меня лично такие прогнозы раздражают. Отчасти потому, что я не сейсмолог и вообще не понимаю, на основании чего можно вот так оценить вероятность. Ведь говорят, что прогнозировать землетрясение, да еще на десятилетия вперед, просто бессмысленно. Но в большей степени мое раздражение связано с тем, что я не понимаю практически смысл такого прогноза. Это получается не прогноз, а скорее хайп. Ну да, мы знаем, что Стамбул находится в зоне относительно высокой сейсмической активности. Это не секрет. Но названная цифра, это получается не информация, а скорее повод для паники. На мой взгляд, не менее важно, например, что по данным Института сейсмических исследований, около 40 тысяч зданий Стамбула находятся в зоне риска. Это примерно каждый восьмой дом в мегаполисе. И как я понимаю, собственно, их сейчас и укрепляют. Так что слова мэра Стамбула понятны мне больше. Вот мы делаем это и это. Другой вопрос, что словам этим можно верить, можно не верить, тут дело каждого. И потом, давайте лучше посмотрим на проблему с другой стороны. Далеко не все, покупая, собираются 30 лет жить в Стамбуле. Кто-то интересуется гражданством Турции, кто-то инвестирует. Не лучше ли задуматься, например, о страховании? Ведь озвученный прогноз – это хороший повод. Сказано – сделано. В Турции действует система обязательного страхования зданий от землетрясений и стихийных бедствий. Страховка – ДАСК. Первый год собственники недвижимости и так ее в обязательном порядке оформляют. На второй год уже зависит от собственника продлевать эту страховку или дополнять ее еще какой-то другой страховкой. Например, за свои 15 лет опыта жизни и работы в недвижимости в Турции, я не помню, чтобы кто-то из наших собственников недвижимости воспользовался страховкой ДАСК. То есть, чтобы был такой случай, который привел к тому, что надо было именно по этой страховке обращаться в страховую компанию. Но, конечно, если мы говорим и ведем речь о тех районах Турции, где было землетрясение и от того ущерба от землетрясения, то, конечно, мы разговаривали со страховой компанией, выплаты были именно по этой страховке, у кого была эта страховка, очень хорошая. Конечно, стоит иметь в виду, что в любом случае выплаты по этой страховке ДАСК рассчитываются на основе кадастровой стоимости недвижимости. Она, как вы знаете, иногда может отличаться от рыночной стоимости в меньшую сторону. Поэтому выплаты могут меньше быть, чем вы будете на них претендовать. И стоимость страховки ДАСК зависит от разных параметров. На сегодняшний день это приблизительно 900 турецких лир в год. О прошлогоднем землетрясении в Турции мы, конечно, помним, как и о том, что произошло оно не в популярных у иностранцев районах страны. А в популярных, наверное, стоит задуматься и о другом. Чаще всего наши клиенты на основании ДАСК делают еще кунутси гортасы. То есть дополнительную страховку, например, от пожара, от затоплений, от каких-то более чаще происходимых случаев. И эта страховка, конечно, им понадобится, особенно если вы будете или планируете сдавать свою недвижимость в Турцию в аренду. Весьма познавательным получился наш очередной вебинар. Говорили о Северном Кипре. Невозможно уложить часовую беседу в две минуты, поэтому пройдусь буквально по верхам. Закон, принятый 21 мая, изменил права иностранных покупателей в непризнанной республике. Точнее, некоторые правила, которые формально существовали и раньше, он конкретизировал. В некоторых случаях жестко. Всего пара примеров. Основным подтверждением права собственности на Северном Кипре всегда был титул, title deed. Но его получали не все, тем более, что санкций за неполучение не было. Люди фактически владели недвижимостью, но не платили все налоги. Теперь такую возможность прикрыли. Установлен срок, в течение которого покупатель обязан получить титул. Это надо сделать не позднее, чем через 6 месяцев, после того, как Совет Министров Северного Кипра выдал вам разрешение на покупку. Как раз такое разрешение нужно было всегда, и его получение, в общем, формальность. Просто ждать его обычно приходилось долго, до двух лет. Есть еще несколько уточнений. Так, если объект приобретается в рассрочку, шестимесячный период отсчитывается с датой последнего платежа в договоре купли-продажи. И, например, если вы не уложились в 6 месяцев, заявление в Совет Министров можно подать второй раз, а вот третий уже нельзя. Другая история, взволновавшая рынок, ограничение по числу приобретаемой недвижимости. Иностранцы и раньше могли владеть на Северном Кипре только одним объектом, то есть иметь только один титул. Те же, кто хотел приобрести несколько, оформляли их или на родственников, или через трастовые компании. Первый вариант и сейчас вполне рабочий, а вот покупать через трасты запретили. Причем тот, кто уже владеет жильем именно через трасты, должен в течение 75 дней об этом заявить. Впоследствии, сейчас называется срок в два года, такую сделку, видимо, потребуется перерегистрировать по новой. Руководитель агентства Leverage Investment Игорь Коршунов на вебинаре по этому поводу тоже дал комментарии. Давайте послушаем отрывок. Что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, как говорит один мой товарищ, есть friends and family, есть друзья, есть семья, на которых можно оформить эти объекты недвижимости. Они даже не будут знать, что на их имя что-то оформлено, просто берем доверенность там у своей мамы, сестры и оформляем на него, и так это происходит. Во-вторых, есть трастовые компании. Чтобы это не нарушало закон, трастовым компаниям более одного объекта на имя иностранцев запретили оформлять. Но мы придумали схему, когда она очень похожа, просто она называется по-другому, когда все-таки те люди, которые хотят оформить более одного объекта, они могут оформить по другой схеме, которая никак не нарушает законодательство. В общем, покупка на Северном Кипре всегда требовала особого внимания, хотя бы из-за статуса республики. Да и местное законодательство, это надо признать, абсолютно несовершенно. Кому интересен Северный Кипр и его недвижимость, пересмотрите вебинар, там и про цены изменившиеся, но главное все-таки про новые правила. Ссылку приложили в описании. Тот, кто хочет получить золотую визу ВНЖ в Греции, по старым условиям должен войти в сделку до 30 августа. Тот, кто даже не начал процесс по старым, уже не успеет. Теперь надо ориентироваться на объекты от 400 или от 800 тысяч евро в зависимости от их локации. Впрочем, далеко не всех интересуют иммиграционные бонусы от греческой недвижимости. Вот для таких покупателей наш сегодняшний объект дня. Всегда популярны и халкидики. Конкретное место перемычка между Ситонией и Кассандрой. Объект практически новый, 24 года построить. 100-метровый таунхаус в небольшом комплексе, всего на 7 домов. Две спальни, собственная терраса, выход к бассейну. И цена кажется интересной 250 тысяч евро. Вполне привлекательный вариант для туристов, то есть под сдачу, ну и соответственно для своего отдыха. Подробности тоже по ссылке в описании. На этом, собственно, все. Мира и безопасности вам. Услышимся в самом конце августа. Не забудьте поставить лайк, нам будет приятно.